Одно время казалось, что Патрушев уже все, как говорится, ушел в подвешенное состояние. Синхронное увольнение с Шойгой говорило о том, что оба они попали в немилость и находятся в промежуточном состоянии между сердечным приступом и выходом с балкона. Но все это как-то затянулось. Оленеводческие генералы садились или стабильно подыхали отделениями и повзводно, в то время как Патрушев обучал ледоколы бороздить просторы Арктики. Вполне возможно, Путин применил проберенный принцип «Он, сукин сын, но это наш, сукин сын». Поэтому с обоими и не произошло никаких вполне логичных летальных исходов. Но вот Патрушев неожиданно отошел от темы Арктических льдов и стал делать несвойственные заявления. Он все еще пока занимает должность куратора Северных флотов и поэтому своей речи начал с соответствующей темы. Правда, касалась она совсем не Северных флотов, а даже наоборот. Он решил налить елея на царя, который очень страдает от того, что сделали с его Черноморским флотом. Никакого поражения нашего флота на Черном море нет. И это при том, что агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами. Он заявил о том, что уже несколько месяцев занимается вопросами флота и хорошо владеет ситуацией, разбирается в предмете не хуже профильных специалистов, поэтому оценивает как смешные всякие рассуждения о том, что с Черноморским флотом что-то не то. Он призвал не верить публикациям западных СМИ о том, что ЧФ понес серьезный ущерб в результате ударов в СУ. По словам Патрушева, позиции в Черном море не ослабели. И в целом Россия прочно удерживает статус одной из ведущих военно-морских держав, одной из задач которой является ядерное сдерживание противника. Правда, он отделался общими формулировками, не вдаваясь в подробности, куда подевался флагман и командующий флотом. Патрушев сообщил о том, что он лично совсем ознакомился и сделал вывод о том, что флот в Черном море вполне еще может бороздить и пенить, после чего перешел к международным делам. Такой своей неожиданной речью он заочно оппонировал Рогозину, легендарному космическому батуту со шрамом через все лицо на обе полусферы. Рогозин заявил о том, что Черноморскому флоту пришлось сменить прописку из-за того, что большие корабли стали большими мишенями для безэкипажных катеров ВСУ. Это крайне обидное и жестокое заявление, даже несмотря на то, что Рогозин политкорректно не назвал все это флотилией. Даже самый последний лоцман кораблей пустыни в курсе о том, что военно-морская группировка может называться флотом только когда в ее составе находится хотя бы один корабль первого ранга, крейсер или авианосец. С формальной точки зрения в Черном море есть такая посудина – крейсер «Москва», только он проследовал верным курсом рудского военного корабля дальнего плавания. И вот Патрушев жестко возразил, сославшись на собственные впечатления и полученный опыт матерого маримана. За пару месяцев он вник во все вопросы на глубину 6 тысяч метров, где глубоко в пучине пролегают коммуникационные кабели. Поэтому Патрушев решил вставить свои пять копеек на эту тему. В результате получилось неоднозначное заявление, которое можно рассматривать как своеобразный анонс и разглашение секретных планов Путина. «Спецслужбы США и Великобритании намерены совершить диверсии на подводных оптоволоконных кабелях, обеспечивающих интернет-связь по всему миру», заявил помощник Путина, председатель морской коллегии России Николай Патрушев. При этом вину за подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» Патрушев также возложил на Лондон и Вашингтон. Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире. Таким образом США и Великобритания пытаются продвигать собственные экономические интересы. Только возникает какой-то разнобой в показаниях фигурантов. Раньше они обвиняли Украину в подрыве газопроводов, даже называя имена и название яхты, с которой атаковали трубы. Только оказывается, все это сделали США и Великобритания. Но это уже давние дела, а вот свежий треп про оптоволоконные кабели, которые хотят повредить англо-американские грибники, это уже отпечатки Штирлица на радистке Кэт. Моцковия – континентальное образование, а кабель нужен островным государствам и для того, чтобы обеспечивать трансконтинентальные коммуникации. Речь идет о кабеле между Британией и скандинавскими странами, а также между Евросоюзом и США. Только Патрушев говорит о том, что все эти англосаксы хотят сами себе повредить оптику. Похоже на то, что еще со времен кураторства спецслужб на посту секретаря Совбеза Патрушев узнал о планах ГРУ повредить такие коммуникации. И таким образом он прикрывает операцию. А теперь внимательно надо следить за его чахлым, пошатнувшимся здоровьем. Если в ближайшее время он не отправится на супершоу Йоси, то надо ждать диверсий на дне морском. Лапти даже спецаппараты для этого сконструировали. Так что к такому кремлевскому вангованию надо относиться с осторожностью и уж точно не игнорировать. Субтитры подогнал «Симон»